Музыкальная школа — это полная задница. Ты говорил, что с Моргеном мог бы быть трек. Сегодня он под запретом. Зачем ты меня просишь на это отвечать? В России как будто очень любят страдать. Вконтакте так все захватывает. И мне кажется, всем платят. Тебе не кажется? Тебя в СМИ постоянно препарируют, как волшебного такого подростка, который уже подарил маме машину, дом построил, и все мечтают о таком же сыне. Я купил себе машину. Мне 17 лет, но это же капец типа как круто. Это вообще потрясающе. Да, это удивительно. Не боишься в армию попасть сейчас? Боюсь в плане... Я иду учиться. Я пойду учиться, мне дадут диплом. Куда я понесу этот диплом? Пронесу его в своей любимой полке. Ты понял, ты, я отпускаю нашу любовь. У меня есть работа, а это счастье для каждого безработного. У меня есть дома, а это счастье для каждого бездомного. Какой был шанс того, чтобы ты стал успешным музыкантом? Один к десяткам тысяч. Не фарбсы. Привет, друзья! Меня зовут Ярослав Бабушкин, это не фарбсы. Ты Венера, я Юпитер. Ты Москва, я Питер. Песня, ставшая настоящим народным хитом. А история ее исполнителя Вани Дмитриенко на тот момент 15-летнего подростка из Красноярска очаровала не только юных девушек, но и их родителей. Еще больше людей подкупил позитивный, светлый образ исполнителя. Не ругающийся матом, добродушный. А если и появляющийся на первых полосах СМИ, то только в качестве героя юношеского романа или хорошего сына, который подарил маме машину и построил дом у реки. Дмитриенко стал самым юным хитмейкером из России за последние годы. Но как ему удается вести дела в шоу-бизнесе тогда, когда его ровесники только сдают ЕГЭ. Поговорим с ним сегодня об этом. В конце 2020 года в своем аккаунте Ваня выложил небольшой отрывок трека «Венера, Юпитер». За два дня на песню пользователи ТикТока сделали более 10 тысяч каверов. Именно «Венера, Юпитер» стала путеводной звездой в мир шоу-бизнеса для Вани. «Венера, Юпитер» «Люди, помогите дышать» «Венера, Юпитер» «Венера, Юпитер» «Люди, помогите дышать» «Венера, Юпитер» «Ты, Москва, Юпитер» «На одной армии» «У меня 10 ноября сольный концерт, я буду вас всех там ждать» «А просучит ли там песня «Ты, Москва, я, Питер»» «Да, три раза» «Очень хорошо» «Сейчас у Дмитриенко есть и другие хиты за плечами» «Тащит, тащит, мальчик открытку, плачет, плачет, девочка тихая» «Как конструктор ехать, может быть построим, чистую и светлую, крепкую историю» «Даже 36,6 без нее жесть, ведь температуры нет, да любовь есть» Ваня сотрудничает с лейблом «Зион Мьюзик», где издаются Нелета, Элджей, Юлиана Караулова и многие другие Кстати, именно «Зион Мьюзик» помог выйти таким хитам, как «Розовое вино» и «Я буду твоей малышкой» В мае 2023 Дмитриенко стал одним из победителей в рейтинге Forbes 30 до 30 в категории «Музыка», а заодно и самым молодым участником в этой категории Наш герой ездит с гастролями по всей стране, но и заглядывает на выступления к другим, более опытным артистам Недавно, например, был на разогреве у Дианы Арбениной и ночных снайперов 17-летний Ваня, вот уже два года, как пишет песни для 60-летнего Григория Лепса, а недавно они записали фит Сейчас молодой человек мечтает не только о новом витке в карьере, но и о своем бизнесе Материальной хотелке он себе уже давно может позволить У Ивана есть дом и две машины на выбор под настроение, Мерседес и БМВ Мне все по-прежнему 17, и встречаемся в мой второй малухо Какая взрослая жизнь для 17-летнего подростка, а ведь у него еще даже прав нет Сегодня мы расскажем, как Дмитриенко так стремительно обрел славу Так ли просто идти к успеху в период взросления и глобальных перемен не только в своей жизни, но и в стране Как талантливый молодежи живется в новых реалиях, были ли у Вани мысли об эмиграции И видит ли он свое будущее в России, а также поговорим с продюсерами лейбла «Зеон Мьюзик» Дионисием Сатаровым и Ириной Щербинской Обязательно ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал Это поможет нам продвинуть это видео Не форсы Удаленный формат работы стал нормой жизни современного человека, в которой появились новые преимущества Одно из них – возможность получить высшее очное образование в лидирующем вузе страны, не выходя из дома Высшая школа экономики – лауреат премии онлайн «Университет года» и номер один в рейтинге вузов журнала Forbes Для обучения в формате онлайн здесь доступна 21 программа по направлениям IT, экономика, аналитика, дизайн и не только Гибкий график занятий, интерактивные тренинги с педагогами вышки и время для самостоятельной работы Позволят строить карьеру, не дожидаясь окончания вуза и учиться из любой точки мира Все выпускники получают диплом гособразца о высшем образовании с приложением на английском языке Выбери свое будущее уже сейчас, переходи по ссылке в описании и оставляй заявку на бесплатную консультацию Не упусти свой шанс, будь с вышкой, будь онлайн Не фарсы Вань, привет! Я смотрю на твой бриллиант в ухе и хочу спросить, как у тебя вообще дела? Нормально, все хорошо Но этот бриллиант мне подарили на день рождения Подарил мне его Гриша Лепс Но он мне вообще его обещал еще в моих 15 лет, когда я ему песню первую написал Он сказал, что песня у тебя бриллиантовая просто Он говорит, что подарю тебе как-нибудь сережку, а то у тебя какое-то дерьмо в ухе Это настоящий бриллиант или что это такое? Да Не боишься с таким ходить по улице? Да нет Почему? Зачем стоит бояться? Все равно никто не верит, что это настоящий бриллиант У нас давно не было таких юных героев Ты один из самых громких голосов своего поколения Я хотел бы попросить тебя описать поколение твоих ровесников О чем вы переживаете, о чем вы сейчас думаете и что вас волнует Что волнует ребят 16-17 лет сегодня? Я скажу тебе так У нас поколение ребят очень современных А современность пропорциональна амбициозности, я считаю И у нас очень мудрое поколение Очень стремительное Это по-настоящему больше всего удивляет То, что порой я замечаю, что подростки работают больше, чем взрослые Потому что, видимо, каждый хочет быть лучше Ну то есть для меня подростки это ребята даже до 19 лет Я вот так могу сказать Я считаю себя подростком То есть это не обязательно там 14-13 и тому подобное То есть как бы которые там свои магазины одежды Свои бренды, которые там записывают музыку У них там свои студии звукозаписи То есть куча талантливейших ребят, которые стараются как-то развиваться Какие ценности ты можешь выделить вот твои Ну и может быть там твоих ровесников плюс-минус У очень многих появляется настоящее уважение к родителям и к взрослым Что я вот для себя замечаю Это настоящее, удивительно, когда это не нужно воспитывать в детях А когда дети сами понимают, что уважать нужно родителей И что родители это их путевод и тому подобное То есть вот это я правда вижу Я знаю очень многих людей, у которых родители не пытались это воспитать То есть типа ты должен меня уважать, потому что я старше Ты должен делать так, как я тебе скажу Нет, сейчас подростки сами прислушиваются к взрослым Они понимают верх их опыта Порой там типа делят что-то со своими там переживаниями и тому подобное Но дело в том, что они слушают и прислушиваются Подростки рефлексируют сегодня на, я не знаю, темы, которые связаны с новостями, с повесткой Вот, потому что многие взрослые люди, они боятся будущего Вы боитесь сегодня будущего? Если всего боятся, то Слушай, я У меня давно очень есть идея По поводу Бизнеса и все такое По поводу какой-то своей точки В огромной нашей стране Вот И мне все говорят по поводу того, что Вот, там возможно В такое время страшно это делать То есть как бы никто не знает, что будет дальше Как себя бизнес поведет, пойдут ли люди и все такое Я говорю, так если бояться, то можно как бы вообще просто на месте сидеть И в принципе ничего по жизни не делать Никто, никто никогда не предполагал, что будет там завтра или еще что-то Как бы все просто жили Вот как обычно Все просто жили и все просто делали Поэтому я считаю, что Если у тебя есть какие-то мечты, внутренние рвения, какой-то цели То чего-то остерегаться и бояться не имеет смысла Потому что это какой смысл в твоей цели? Вот Что оно для тебя значит? Если оно для тебя значит просто размышления в твоей голове Значит, это вовсе не цель, не мечта никакая К мечте ты будешь стремиться А стремиться, когда ты просто думаешь, что вот бы у меня так было Но это не стремление У тебя сейчас какой заряд внутри тебя? Я пру вперед? 89% Это круто Я, конечно Я всегда пру вперед и все будет круто Я просто очень верю в Всегда в лучшие исходы Я всегда уверен в своих каких-то целях и в своих мечтах Потому что Потому что мечта на то и мечта, чтобы сбываться Проблемы у 17-летних сегодня какие? Слушай, я скажу, что мы более... Более... Ментальное здоровье Что это может быть? Не знаю Я даже не знаю, как это объяснить Просто подростки сейчас, они гораздо более трепетные, понимаешь? И не в какой-то инфантильности, грубо говоря А именно в переживаниях, чувствах и эмоциях То есть как бы у нас все это более гиперболизировано И не потому что мы какие-то первые чувства или еще что-то Просто как будто бы у нас больше переживаний и тому подобное Потому что мы очень все близко к сердцу воспринимаем Потому что натура у нас тонкая, понимаешь? Ну, грубо говоря И вот сколько ребят, которых я знаю Вот одна из главных проблем это то, что... Это со психикой, понимаешь? И это очень грустно осознавать Потому что из-за того, что ребята все очень близко воспринимают Это очень сильно на них влияет Особенно, когда человек еще совсем юн И когда он неопытен И, допустим, ему кто-то разбил сердце, грубо говоря Это же по-настоящему-то не шутки Это с высоты взрослого полета Кажется, что это как-то до этой тысячи лет проживал Но ребенок это проживает в настоящий момент И он не знает, то есть для него это впервые такое Для него это первая эмоция Он не понимает, он не понимает, что он чувствует Почему так? У него куча вопросов И как бы из-за этого, если родители ему, допустим, говорят Да ладно, у тебя еще столько таких будет А он не понимает, что у него, допустим, столько таких будет Как бы он думает, что у него мир как бы рушится Потому что он просто первый раз такие эмоции проживает И если вот в эти моменты не поддерживают подростка Там его какие-то друзья или еще кто-то То тогда очень тяжело И я поэтому считаю, что то, к чему нужно еще сильнее идти Это к тому, чтобы находить Ну, как говорится, найди своих и успокойся Вот нужно искать своих людей Которые разделят с тобой любые эмоции Которые будут знать, что тебе сказать Это самое главное Без таких людей вряд ли что-то получится, мне кажется А какое, на твой взгляд, самое большое зло Которому сейчас подвержены подростки? Что это? Социальные сети? Какие-то, я не знаю, запрещенные вещества? Я не знаю, может быть, какие-то неправильные примеры? Слушай, я не знаю, понимаешь Это же выбор каждого Я скажу честно В моей жизни Не раз было такое, что я видел, как это происходит Разрушение личности, да? Разрушение личности, конечно То есть видел людей, которые принимают наркотики У меня мама психиатр-нарколог Я ходил к ней в больницу Это вообще капец Или там лечат людей От алкоголизма, от наркозависимости То есть это Ну просто Я не знаю, насколько это опасность Это опасностью было всегда В моем окружении таких ребят нет У тебя здесь на стеллаже Пластиночка великого Курта Кобейна Группы Нирвана И Курту в свое время не повезло так, как тебе Потому что у него не было Знаешь, есть фраза Короче, про то, что Если тебе очень плохо Или там какие-то непреодолимые препятствия Найди свою музыку Поставь любимую песню И все у тебя будет хорошо И есть история о том Что у Курта Кобейна это не получилось Что он сам писал музыку Поставил свою любимую песню У него не получилось Да, но помимо этого У него не было мамы Психотерапевта-нарколога И вот Как я понимаю Из твоих интервью, которые я смотрел У тебя с ней были всегда Подробные, классные разговоры То, чего не хватает Там современным подросткам В плане, не знаю Сексуального воспитания Запрещенных вот этих всех штук Просто ответы на простые вопросы Вот расскажи Как тебя воспитывала мама Потому что Рок-звезде Мама-психотерапевт-нарколог Это, мне кажется Самое лучшее, что может быть Слушай, ну Я бы не сказал Что я был прям Каким-то там Идеальным подростком Ну, то есть В каком-то там В четвертом классе С многочленом Я тоже смеялся Как бы Для меня это тоже была Великолепная шутка Школьных времен Как бы Когда учитель говорил Многочлен Вот Ну, просто Просто Я, наверное Стремился к взрослению Всегда И во мне это Воспитывала мама Как бы У нас с ней Правда были всегда Подробные разговоры У нас с ней Был большой акт доверия И я очень доверял ее словам Всегда Потому что Она всегда Ставила себя так Как помощник А не как судья Понимаешь? Грубо говоря Вот И, наверное Благодаря этому Благодаря тому Она воспитала во мне Такие эмоции Чувства к ней Именно как уважение Как доверие Не просто любовь А именно уважение Поэтому, наверное Я к ней прислушивался И вместе с ней Как бы Старался идти по пути Как бы Не то, чтобы Всегда рядом Но просто В трудные моменты Я всегда мог ей позвонить И сказать Что, типа Вот у меня такое перепутье Я очень сомневаюсь Помоги мне решить И она мне говорила То, что Ну вот Есть такой исход Есть такой исход Который есть у меня в голове Возможно У тебя получится Совсем иной Но вот исходы Которые вижу я Они такие Выбирай Тебя в СМИ Постоянно препарируют Как волшебного Такого подростка Который уже Подарил там маме машину Ты самый главный ангел Майя беззаботный Ты натерпелась Столького Но в этом много толку Позволь мне Хоть чуть-чуть Тебе обратно Все отдать И к заднему двору Новый ровер Подогнай Ой, я не могу 48 Сможет остановиться Идем Правда Дом построил И все мечтают О таком же сыне Вот Интересны Там Принципы Их воспитания Например Роль отца В твоей жизни Вот Баловали Тебя родители Чему тебя учили Как наставляли Чтобы Пацан Действительно Захотел Сам зарабатывать Еще и потом Отблагодарить Ну Во-первых По поводу Там Все хотят Такого же сына Мне, конечно Это безумно Приятно Но Вся эта История С подарком Маме Машины И тому подобное Она же Как раз Для того Чтобы Ребята Обратили Внимание На то Кого важно Радовать И о ком Важно Не забывать То есть Как бы Это не показатель Того Что я такой Вообще Капец Какой крутой А это Ну как бы Мотивация Для ребят Что типа Что вот Ну Я предпочитаю Жить так Что у меня Есть люди Которые сделали Гораздо больше Для меня Чем даже я Сам На тот момент Когда мне было 15 И этих людей Нужно Отблагодарить Сначала Ты устраиваешь Сюда Жизнь Своей семье Потом Устраиваешь Жизнь Себе И не потому Что мне так Мама сказала Делать А потому Что это уважение К ее работе Надо мной Как бы Она меня рожала Ребят Вот Ну то есть Как бы Блин Я считаю Что это Супер важная Политика Которую Которую Стоит Придерживаться Особенно Когда ты На начале Своего пути Потому что Если ты Неблагодарен Людям Которые делают Тебе Которые сделали Для тебя Что-то хорошее То без Благодарности Ты вряд ли Выживешь Во всем Этом мире Нужно уметь Благодарить И уважать Людей У меня У меня Таких Не только У меня Как бы Еще Дядя Женя Допустим Орлов Который Вообще Воспитал Меня Как артиста Это Человек Который Вывел Меня На сцену Читай То есть Как бы Я Я тоже Его очень Уважаю Очень Его люблю Вот Ира С Дэном Щербинский Щербинский И Сатарова Продюсеры Мои Директора Лейбла Основателя Лейбла Зион Мюзик Как бы У меня Таких людей Правда Очень Много И Как бы За них Я всегда В первую очередь Думаю А роль Отца В твоей карьере Это Мой родной Папа Был с нами До 9 лет Потом Как бы Это был не он Инициатором Это была Общая Инициатива Их С мамой Мне тогда было На тот момент 9 Они развелись И по-настоящему Развод Родителей Меня Очень сильно Он Как бы Меня Не знаю Взрослел Что ли Или еще Что-то Ну Наподобие Этого Я как-то Стал Больше Стал мужать Ну грубо говоря Я просто Стал Больше Уделять Внимание Вещам Глобальным Когда Происходят Такие Ситуации Неважно Сколько тебе лет Ты понимаешь Что Вот у тебя Допустим Есть Какие-то Проблемы В школе Не знаю Сколько Девчонкой Ты не Платил Но когда Разводят Твои родители У тебя Эти проблемы Уходят На второй план Если ты Замечаешь Этот процесс То ты понимаешь Что есть Гораздо Глобальнее Проблемы Чем есть Проблемы У тебя В жизни И это Во мне Воспитало Рвение К тому Что Когда у меня Что-то Случается Какие-то Проблемы Я думаю Блин Чувак Да у кого-то Есть Вообще Я не знаю У кого-то Кто-то Умирает Или еще Что-то Вот это Проблема То что Есть У тебя Ты Хотя Б можешь Это Пережить Просто Вот это Уже Хорошо То есть Всегда Найдется Проблема Глобальнее Твоей И вот Посмотри На нее И пойми Что твоя Проблема Типа Не такая Уши Серьезная Это По-настоящему Помогает Себя Внутри Успокаивает Это Какое-то Самовнушение Но Тем Не менее Тебе Становится Легче От этих Мыслей Ну По крайней Мере Мне Точно Становится Легче Вот И Когда Папа Ушел Из семьи Когда Мама С Прекрасная Мудрейшая Сестра Уже Которой Было 12 лет Лерчику И Лера Как бы Уже Более Как бы Со взрослым Посылом Именно С Поддержкой К маме К этому Подошла И я Посмотрел На нее И понял Что Блин Вот Она Делает Гораздо Правильнее Наверное Чем В моей Жизни Появился Саша Очень Ты Нагордился Более Чем Ванечка Но этого Человека Я очень Сильно Любил Это Он Мне Было Настоящим Отцом Который Воспитывал Меня Уже В мои Как бы Годы В периоды Мои Главные Взросления Переход На возраст Все Такое Ну Вот Недавно Его Не Стало Он Умер От Рака Я Очень Старался Сделать Все Для Того Чтобы Как бы Этого Избежать И Каких-то Врачей Невероятных И все Такое Но Просто Ну Всему Своё Время Вот Это Был Очень Сильный Удар Для Меня Потому Что Человек Меня Правда Воспитывал И То Как бы Те Вещи Которые Он Для Меня Сделал Для Меня Были Чертовски Важными И Я Во-первых Никогда Это Не Забуду Но Само Но Тем не менее Это Жизнь Как бы Что Что Тут Уже Поделаешь Я В любом Случай Для Себя Когда Это Случилось Я Сказал Что Я Сделал Все Для Того Чтобы Это Как бы Предотвратить Но Бог Всему Судья Понимаешь У твоей мамы Есть Какой-то Девиз Для Тебя Ну Или Такой Знаешь Лейтмотив Вот Мне мама Например Всегда Говорила Что Лучше Попробуй Обосрись Но Лучше Попробуй Чем Не Попробуй Слушай У моей мамы Столько Девизов Что Я Буду Выделить Один Будет Очень Сложный У моей Мамы Всегда Есть Какая-то Фраза На Любой Мой Вопрос Всегда Есть Совет На Любой Мой Вопрос Причем Очень Краткий Понятный Внятный То есть И Потом Самое Забавное Когда Ты Где-то Ошибся Или Что-то Изменилась Твоя Жизнь После 24 Февраля У тебя Много Приятелей Уехало Как я понимаю Ты с ними Поддерживаешь Какую-то Связь Вот В том же Интервью Алене Блин Год Назад Да Которое Выходило Ты Говорил Что Милохин Твой Приятель Там Например У тебя Неплохие С ним Отношения Я Просто Всегда Со Всеми Общался Ну Знания Мы Никогда Не Были Близкими Ты Все равно Уже Там Какими-то Друзьями Мне даже Телеграме Не отвечал Как бы Вот Просто Как бы Я со всеми Общался С людьми Которые Уехали Блин А кто Кто У меня Прям Уехал Ты уехал У меня По мне Кажется Даже Нет Таких Людей Никто У тебя Не уехал Из России Только Дядь Женя Орлов Как бы Но это Не друг Это Он Как Творческий Папа Вот С ним Само Собой Концерт В Москве 19-30 Мы собирали Клуб В апреле Я к нему Летал На 4 дня Чтобы он Меня просто Прокачал Потому что Это человек Который Ставил мне Невероятные Какие-то Там просто Напутствия Мне всегда Давал Какие-то Конферансы Крутейшую Просто Концертом И я полетел К нему На 4 дня Чтобы он Меня просто Прокачал И помог Мне И помог Меня навести На правильные мысли Перед стартом Концерта Вот Как это происходит Правильно Я к нему Приезжаю У него же Там как бы Дети Жена И они Меня там Все очень любят И я приезжаю Просто с ними Живу 4 дня Мы там Катаемся По красивым местам Я был в Израиле Вот По красивым Каким-то местам Куда-то там Ездим Путешествуем Гуляем Ходим Паспорт не получал Израильский? Да За 4 дня Я не успел Короче Гуляем Там Ходим И просто С ним разговариваем И даже От разговора С этим человеком Ты можешь Очень многое Для себя Подчеркнуть И человек Который умеет Слушать Будет в восторге От встречи С деть Женей Тут просто Надо уметь Принимать И выцеплять Информацию Важную Еще раз Вернусь К тому интервью Соленой Ты говорил Что с Моргеном Мог бы быть Трек Сегодня Он под запретом Если ты хочешь Быть в русском Шоу-бизнесе Ну Наверное В современных Реалиях То да Я То есть Как бы Если говорить Про самого Алишера Это риторический вопрос И так Все знают Зачем ты меня Прочешь на это отвечать А В плане Каких-то Коллабораций И тому подобное Слушай Я Я не знаю Мы вообще Это Даже Как-то Не касались Этих тем Во-первых Когда Алишер Жил В России Он Был Артист Эшелона Выше Чем я Понимаешь Он Был Гораздо Известней И Как бы Неважно По каким Там схемам По какой Репутации Его знали Больше Чем Ваню Дмитриенко Сейчас У нас С ним Одинаковое Прослушивание На Яндекс Музыки То есть Как бы О Вы сравнялись Да Круто Это Очень круто С кем-то Из новых Артистов Не планируется Там Питов Типа Шамана И прочих Я надеюсь Что Коллаборация Это Очень Крутой По-настоящему Выход На новую Аудиторию И мы Стараемся К этому Постоянно Приходить Вот Я надеюсь Что мы Запишем Какую-нибудь Коллаборацию С Мотом Запишем Я бы Всегда Я всегда хотел Записать Коллаборацию С Джонни Ну просто Я говорю Ну допустим Джон Это Артист Которого Слушают Вообще Очень Много Людей Наверное Почти Вся наша Страна Его Слушает Вот Поэтому Для таких Громких Фитов Нужно Дорасти Артика И Асти Тоже Вообще Севиль Я очень Уважаю Люблю Аню Асти Тоже Асти Сегодня Главная Российская Певица Как ты Думаешь Аня Асти Предполагаю Что Да Ты понимаешь Почему Потому что Она Знала Свою аудиторию Когда Стартовала В сольном Проекте Она Знала Ее Наизусть Аня Недавно Открыла Я даже Не знаю Как это Называть Она Открыла Ну Типа Что-то Бара Или Какого-то Там Ресторана Ресторана Бара Который Называется Сплетня Вот Где У нее Просто Биток Она Ну Насколько Я знаю Успех Просто Невероятный Был Для Девушек Женщин С какими-то Внутренними Проблемами Которым Нужно Просто Встретиться С своими Подругами Посидеть И Что-то Там Обсудить И все Такое И поэтому Бар У него Был фееричный Успех Понимаешь Она Просто Знала Куда Бить У нее Все Песни В основном Про Женское Страдание Ну Так Если Она Женщина Не говори Дура Не реви Не реви У тебя Есть Бейонсе Которая Поет Про Женскую Силу Энергию Волю Смотри Это Разная Характерность Во-первых Бейонсе Мы не знаем Я не знаю Бейонсе Ты видел ее Лично Общался С ней Я Асти Не знаю Я Сужу По музыке Потому что В России Как будто Очень любят Страдать Я думаю Что Кстати Это Очень Прикольная Фраза Про то Что В России Очень любят Страдать В музыке Ну Я просто Насколько знаю Аню Это человек С огромным Большим Опытом Жизненным С очень Большим Вот И Просто Человек Знает О чем Петь Самое Горю Самое Прекрасное Когда человек Сам понимает О чем Он поет И поэтому Люди Начинают Проживать Его музыку Она Этими Песнями Дает Какой-то Совет Кому-то Легче От них То есть Понимаешь Иногда Легче Послушать Песню Что Для Себя Как бы Выцепить И надо Легче Песню Просто Прорать И тебе Уже Будет Легче Вот Как Допустим Была Под Грустный Дэнс Все же Под Грустный Дэнс Я Отпускаю Нашу Любовь И все Вообще Этого Достаточно Понял Ты Я Отпускаю Нашу Любовь Для тебя Свободы В творчестве Стало Больше Или Меньше Или Тем Для Вдохновений Стало Больше Сейчас Или Меньше Вот Типа В трудные Времена Или У тебя Пишется Как И писалось Ничего Не Произошло Потому Что У кого-то Из Артистов Спад У кого-то Наоборот Подъем В любом Случа Ты Тоже Как И все Люди Переживаешь Конечно Да Конечно Потому Что Есть Как История Музыки Понимаешь И Допустим Мое Начало Творческого Пути Положила Группа OpenKids Это Группа Известнейшая Была Вообще В то Время Я Поучаствовал В их Реалити Шоу Не знаю Талантливый Ли Я Решать Не мне Но Я В себя Верю Я Поверил В то Что Я могу Выпустить Кавер В инстаграм И он Зайдет Я Поверил В то Что Я могу Научиться Играть На гитаре Я Поверил В то Что Я могу Писать Песни Я Начал Писать Мы Башню Где-то Потеряли С тобой Ее Найдем Потом Давай И Просто Сейчас Побудем Вдвоем И Исполнил С ними Совместную Песню И После Всей Ситуации Да С Девчонками Мы Не Общались Как Ну Так Получилось Как Вы Понимаешь Это Выбор Каждого И От Этого Я Переживал Больше Всего Последствия От Них Испытывают Все Крубо Говоря Ну Это Ну Вот Ну Наверное Да Так Так И Есть Поэтому Мне Само Собо Было Грустно И Обидно От Того Что Со Многими Людьми Просто Нарушилось Общение Из-за Разных Точек Зрения И тому Подобное Не знаю Поругался С кем Ты Перестал Общаться Заблокировал Кого-то Да Не Куда Я Я Я Говорю О Прерыве Общения Не Типа Типа Иди В Жопу Потому Что Ты Там А Мы Тут Нет Потому Что Ну Это Срабатывало У Людей Ну Наверное Потому Что Какой-то Внутренний Барьер Какая-то Обида Это Правильно Описать Но Общаться Мы Перестали Общаемся Только С Лизой Костякиной Это Тоже Одна Из Солиста Группы OpenKids И С ней Мы Просто Созваниваемся Она Живет В Париже Сейчас В плане Какой-то Музыки Нет Я не стал Меньше Писать И тому Подобное Я наоборот Стал Больше Работать Потому Что Людям Надо Помогать Из Они Упали Они Выросли Я не знаю То Что Сейчас Вконтакте Так Все Захватывает И Мне кажется Всем Платят Тебе Не Кажется Слушай Ну С уходом Площадок Музыкальных Стриминговые Как бы Стриминговые Площадки Они ушли Из-за Этого Понизился Доход И Прибыли От Них То Что Зная Я То Понизилась Доходность Именно От Этого Люди Как Заказывали Концерты Так И Заказывают Как Появлялись Новые Продукты Которые Требуют Рекламы От Медийных Личностей Так Они Появляются Как бы В этом Плане Пока Что Все Сохранилось Не Фарсы Лайфстайл Контент Здорово Богатые Привет Чего Вы там Миллионах Своих Купаетесь А почему Форбис Тебе Вы Сходили Очень Странно Подайте Мне Форбис Я пока Перерыв Игру в Гольф Я посмотрю Что Там Форбис Где Я Там В списке Ой Ой Я Уже Не Пятый Сейчас Пятый А как же Мне Стать Пятым Продавать Алюминий Продавать Покупать Алюминий Давайте Что Очень Неправильно Что Очень Конечно Конечно Для них Это было шоком Но они Понимали Что так Будет И были Очень рады Само собой Мы все К этому Стремились Они мне Все помогали Все мои родители Вот И когда Это случилось Гордость Просто была Гордость За то Что Руки Не опускали И все Такое Есть Есть История Как Тебя Атаковали Фанатки Не давали Пройти Да Конечно Было Такое Было Такое Что И в окна Долбились И меня До дома Провожали Постоянно Когда я Жил На Варшавском Шоссе Бывало Такое Что Нам Чуть Дверь Не Выломали На Мосфильме В Гримёрку Фанаты Было Такое Что У меня Чуть Не Случилась Паническая Атака Когда На Мосфильме Тоже Был Какой Пресвол Прямо Центре Зала Где Была Куча Зрителей Там Это Какого Шоу И Когда Пресвол Закончился На Тяжелой Гастроли В Якутии Было Ужасно Холодно Ужасно Холодно Очень Мало Способов Коммуникации Такой Самый Трудно Мне Трудный Город Мне Так Кажется До Карьеры Ты Путешествовал Вообще По России Ну Да Мы Там Летали Отдыхать Вот Как раз Таки Анапа Геленджик Топс Какие Впечатления О России В целом Она Такая Разная У нас На Курортах Очень Много Людей Это Прям Очень Тяжело У нас Нет Как бы Не то Что Разграничения А просто Объема Территорий Для того Чтобы Людей Расселить У нас Очень Большая Страна Очень Большая Пространство Морем Как бы У нас Юг Там Анапа Геленджик Сочи Топс И просто Из-за Того Что Со С всей Страны Люди Летят Туда Отдыхать Там Ужасно Мало Места На Пляже Там Очень Тяжело Отдохнуть Дубай Тебе Понравился Да Не Переехал Бо Туда Нет Почему Очень Пафосный Город Не Могу Я Не Могу Жить В Городе У Которого Нет История Нет Нет Культуры Нет Домиков Стареньких Поним Понимаешь Там Все Очень Инновационное Очень Технологичное Как будто Развиваться Уже Некуда Ну То Тяжело Тебе Есть Друзья В шоу Бизнесе Или Они Все Из Детства Из Школы Ну Прям Друзья Друзья Как Само Собо Из Детства И Школы Близкие Люди Конечно Есть Я Общаюсь Я Во-первых И так Со всеми Стараюсь Как-то В близких Контактах Быть Допустим Вот Мы Говорили Про Лепса Он Товарищ Правда Товарищ Я знаю Что Человек Мне Поможет Не Выручит И Он Прекрасно Понимает Что Это Абсолютно Встречные Действия Вот Ну То Что Я Никогда Не Приду Мимо Из Молодых Мия Бойко Егор Шип Люся Чеботина Ну Настя Настя Аси Вы Обсуждали Выпуск Итальянский У Урганта Чао Ты Скучаешь По Этому Шоу Вообще Ты Там Тоже Принимал Участие В Чао Да Но Чао Это Вообще Потрясающе Было Это Ну Это Был Потрясающий Эксперимент Который Срабатывал С года В год Вот Конечно Грустно Потому Что Звезды Там Все Переодевались Все Выходили Из зоны Комфорта Я там Уступал С усами И все Такое С какими-то Длинными Волосами Такой Был Проект Который Мы подходили С такой Любовью С таким Творчеством Как тебе Ваня Ургант Лучезарный человек Жизнерадостный Жизнелюб Какой у тебя был Самый Такой Прибыльный Жирный Месяц Для любого артиста Самый прибыльный Месяц Это Точнее не месяц А сезон Это лет Потому что Летом Все дни городов Летом Люди Выходят на улицы Начинают Творить Делают Все творческие Какие-то Там Невероятные вещи И все такое И ко всему Стараются Привлекать Как можно Больше людей Это именно Про сезон Лета Поэтому Очень У многих Артистов Многие артисты Прям знают О чем я говорю Артисты Зарабатывают Летом Для того Чтобы Зимой Как медведи Просто Перезимовать Зимой Тоже есть Корпоратив Но уж Не в таком Количестве Как они Летом А ну и В конце Декабря Когда В конце Декабря Всегда Большое Количество Всяких Коммуникаций И всего Самый Ужасный Месяц С точки зрения Доходов За последнее Время Было Такое Что Вообще Голяк Да он Всегда Один И тот Жен Какой Скажи Мне Ноябрь Январь Январь То есть Январь Ты просто И ноябрь По-моему И ноябрь Тоже Ноябрь И январь Но если У тебя Нет У меня Да Ир Ну Январь Ну За месяц У тебя Бывало Больше Десяти миллионов Рублей Доход Слушай Да дело в том Что Вот Команда моя Ира с Деном Всегда Мои Расходы И приходы Хранятся у них Ага Они тебе их выдают И если бы Если бы я знал О каких там Либо таких приходах Ребята мне помогли Допустим Накопить на квартиру Помогли мне накопить На машину На мамину машину Они мне помогли Как бы накопить То есть Но если бы не они То поверься Своим детским Вот этим вот На то время Особенно в 15 лет Этим вот Я хочу туда Хочу туда Ну я бы вряд ли Накопил на это Ты бы все профукал Ну и как бы И так не сказать И не сказать бы Что я накопил Понимаешь Ну правда Тебя кормит Венера Юпитер Со стримингов С концертов Ты Венера Юпитер Ты Венера Юпитер Ты Венера Юпитер Люди помогите Что ты Ты Венера Юпитер Ты Венера Юпитер Ты Венера Юпитер Все опять Она безусловно Конечно Она вообще Кормилец Это Ну Я как бы Никогда не боялся Об этом говорить Потому что песня Она абсолютный хит И люди ее любят И само собой Как бы Кормить она будет Еще очень долго Это как люби меня люби От пятых мошенников Понимаешь То есть можно новое Ничего не писать Да ты что Конечно нет Конечно нужно писать Новое Ну просто Если мы говорим о том Какая песня Стала каким-то Вот Именно Переломный Да Переломный То это конечно Венера Юпитер Ты недавно Купил себе сразу Две машины С периодом Разницы в месяц Да по-моему Или в два месяца Зачем тебе сразу И BMW И Mercedes С класса Для чего Чтобы был такой Кортеж Вани Дмитриенко Или почему Тебя же прав Еще по-любому нет Тебе Восемнадцати нет Такой вопрос Тяжелый Да нет У меня была Мечта Я очень хотел Себе купить машину Так получилось Что Как бы Я купил себе В геометрической прогрессии Почему У меня сначала Появилась BMW Который Я просто Я говорил Всегда Я хочу Беху тройку Хочу Перекрасить серый цвет И хочу Чтобы она Выглядела Просто Божественная Машина Просто Машина мечты Вот Я это сделал Я купил Беху В максимальной Комплектации Просто Вот реально Которую я хотел И тут Мне звонит Через полтора месяца Денис Сатаров Продюсер Мой И говорит Что Вот Как бы Наша Очень близкая С Ирой Подруга Она там Вообще Крестная Мать Их детей Продает Свой Мерседес С-класс Не гораздо Ниже Рыночной Стоимость Потому что Живет В Монако Вот И там Как-то Эта машина Долго Уже Очень стоит В отопляемом Гараже И как бы Ну она им По факту Не нужна И Ну там Просто Было Слишком Хорошее Предложение Для того Чтобы от него Отказаться Ну реально Вот прям Без шуток Если бы Речь шла Просто Какой-то Моей Хотелки То нет Я бы Не купил Вторую Машину Это Бред И какой-то Даже больше Похожий На Глупость Но Решение Которое Было Принято В связи С обстоятельствами Которые Были Поставлены Не было Глупым Короче Это твоя Инвестиция Получается Ну Грубо говоря Машины Сейчас Невероятно Дорогие Стали Да Да И просто Купить За такую Цену Ну это Прямо Реально Было Очень За сколько Ты купил Бэху Сейчас Да Не Ну Про деньги Я говорю Пообщайтесь С продюсерами А сам Ты не контролируешь Свой бюджет Почему Я контролирую Просто Ну просто Очень тонкая Грань между Хвостовством И Вызыванием Гордости И поддержки У людей Которые Смотрят Хвостовство Я объясняю Я говорю Я купил себе машину Мне 17 лет И Если я выложу Пост о том Что я купил себе Машину Я больше Ничего Про нее Не выкладывал Просто Выложил О том Что Вот У меня Появилась БМВ Тройка Которой Я просто Мечтал Беру Мне все По прежде 18 И Встречайте Мой Второй Малух Мерседес Бенц С-класс Извините Меня Вторая В 17 Леха Это Не важно Сколько Литров Я Чем Пару Литров Накину Леха А Вот Тут Я буду Спать В 17 лет И как бы Подростки Будут На меня Смотреть Они Скажут Типа Блин Да Ну Это Капец Круто Ну Почему Я Не осуждаю Это Я Объясняю Политику Мышления В этот Момент То есть Я Всегда Сужу По себе Как Отреагировал Я И я Знаю Как Я Реагировал Когда Я Был На Их Месте То есть Я Всегда Говорил Что Черт Возьми Я Хочу Так Странная Зачем Он Постоянно Говорит Что Вот Столько Это Стоит Вот Я Столько На нее Потратил Дело Не В деньгах Дело В самой Ситуации Возрасте В которой Ты Это Сделал И Вот Поэтому Тонкая Грань Фастовства Зачем Людям Знать Цену Машины Машины И так Является Чем То Ценным Людям Не Нужно Знать Цену Машины Потому 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 Что Дорого Вот Этого Я Не Хочу Я Хочу Чтобы Многих Оттолкнет Конечно Я Хочу Чтобы Они Видели Машину И Говорили Блин Я Тоже Хочу Себе Такую Машину Это Хорошая Мечта А Когда Ты Знаешь Цену Ты Я Не Смогу Себе Позволить Я Опустишь Голову Да Это Очень Разно Когда Человек Говорит Что Вот Я Хочу Машки Акции Себе Купил Я Еще В самом Начале Говорил О том Что Очень Хочу Открывать Бизнес Очень Хочу Открывать Бизнес У меня Планетарий Да Конечно Планетарий Ну Кстати Идея Крутая Но Нет А Ты Думаешь Ты Готов Бизнесом Заниматься Я Очень Давно Хочу Это Сделать Но Дело В Том Что Если Допустим В Творчестве И В Понимать То В Сфере Обычного Бизнеса Ну Я Еще Полный Нол Я Тебе Скажу У Меня Есть Мое Креативное Наставление Моя Творческая Душа Которая Представляет И Предполагает Как Я Хочу Чтобы Это Выглядело Я Могу Там Составить Дизайнерский План И Тому Подобное Но В Плане Документации И Способов Этого Развития Как Бо С Вложениями И Тому Подобное Я Не Разбираюсь Совсем Поэтому Мне Нужны Люди Которые С Этим Мне Помогут Я Таких Людей Уже Нашел Вот И Это Супер Тоже Мне В Этому Плане Тоже С Людьми Повезло Я Очень Знаю Давно Точнее Давно Знаю Этих Людей И Я Абсолютно Комфортно И Уверенно Себ Чувствую Какими-то Закусками Индивидуальной Едой С Индивидуальным Подходом С теннисными Столами С Картины Короче Ну Вот такая История В интервью Ваня Рассказывал Что У него Было Много Разных Предложений С кем Сотрудничать И Вы Его Убедили Тем Что Предложили Ему Сначала Просто Поесть По-моему Да Это Вы Да Это Я Была Что Это За Подход Такой Как вы Цепляетесь За таких Уникальных Артистов То есть Как с ними Работать С творческими Людьми Ну Мне кажется Что по сравнению С другими Лейблами Мы всегда Отличались Именно таким Семейным Подходом Очень душевным И для нас Бизнес Не так важен Сколько Ну скажем так Для нас Равнозначно Людское Человеческое Отношение И деньги Деньги не превалируют Мы в любом Случа Ну то есть Даже если у нас Там у артиста Как-то будет все плохо Мы будем ему Помогать Тянуть его Из последних сил И так далее Поэтому Для нас Цели немножко Другие То есть Мы умеем Работать долго И вот Постепенно Можно через Несколько лет Даже что-то В итоге Получить Или к чему-то Прийти Такому интересному Было в Ване Момент Когда он Зазвизитился И как вы Действуете В таких ситуациях Потому что Если не у него То у кого-нибудь Из ваших Артистов Точно такое было Слушай На самом деле Слава Богу Вот Ване Надо отдать Должное То что у него Эти моменты Либо их не бывает Либо мы их не замечаем Либо они как-то Пролетают Потому что Человек Очень хорошо Анализирует То что с ним Происходит И он на самом деле Спрашивает Советов Правильных людей Взрослых Взрослых артистов С кем он Общается Или к нам Приходит За каким-то советом Поэтому Слава Богу Все так Случаи такие Бывают Но в принципе Здесь же как Медные трубы Это же самое тяжелое Испытание Слава Когда она приходит Слава Плюс еще деньги То есть это тяжело Вот Поэтому ведут себя По-разному Но в целом Общем Какие бы Ситуации не случались Все равно Как-то у нас Отношения В итоге Хорошие складываются Он уже Много чего Позволил Купить своей семье Это вдохновляет Многих людей Это все С трека Венера Юпитер Или как Это Как складываются Сейчас доходы У нас Ну как У любого Наверное Артиста Три основных Сегмента Это Концерты Стриминг И реклама Рекламные контракты Имеется Вот То есть Вот это все В совокупности Это дает Хороший Такой Пул Сколько Зарабатывает В лучший месяц Слушай Надо посчитать Ну то есть Там Это больше Десяти миллионов Рублей Может быть Знаешь Если Тут вопрос Расходов Которые были Понимаешь Потому что Если мы там Наснимали клипы И была куча движухи То Ну Мы же все это Высчитываем Все эти расходы И потом уже Как бы Делим Чистую прибыль Вот Поэтому надо считать Всякое может быть А у вас с ним Какие условия Потому что он сказал Что мне Продюсеры Выделяют деньги Чтобы я все Не профукал Чтобы Я смог Могу купить На квартиру Чтобы я маме Могу купить дом Да Есть такой момент Что получается Мы Ну опять-таки Это Как взаимная история Это не то Что мы там Не отдаем Но тем не менее Да Мы копим Бах Квартиру купили Мы копим Бах Машину Да У нас есть общий бюджет В который он может В любой момент заглянуть Туда вкладываешь Туда Туда заносится плюсы Заносится минусы И ты всегда видишь У нас с ним 50 на 50 Поэтому сколько потратил Ваня То есть по идее Мы столько же В смысле Сколько он заработал Столько же и мы заработали И поэтому Соответственно Ну Ваня Так как он понимает Что лучше Он это подкопится И потом говорит Ну сколько там Ну сколько там Не знаю Вот сейчас мы можем Купить машину За 4,5 миллиона Ну да Там немножко не хватает Но вы немножечко вкинетесь Я говорю Да скинемся Конечно Они же быстро придут Я говорю Да конечно быстро придут Поэтому вот у нас Да у нас такое У вас есть к нему отношение Тоже как к ребенку Потому что в 15 лет Получается взяли В 14 В 14 лет Да Он однозначно То есть он как вот Как член семьи конечно И вся семья получается Не как ребенку Как член семьи Ну да Как член семьи Потому что он совсем Не ребенок уже Как бы там Ну да у нас есть Многие артисты Которые гораздо старше Чем Ваня Но при этом ведут себя Гораздо младше Более инфантильно Более инфантильно Да у Ваня есть ответственность Ну то есть реально В принципе Скажем так Наверное это самый Радостный для нас Артист Потому что Приносящий радость И улыбку Радость да И улыбку да Ну а вы рассматриваете вариант Что он вот уйдет Когда-нибудь С лейбла Как из школы выпустится Вполне все может быть да Вы как это вот воспринимаете Когда Слушай у нас Столько было Это знаешь как Это же Ну это Когда-то это больно Когда-то это не больно Вот в зависимости от ситуации Вот Но у нас знаешь У нас сейчас такая интересная история У нас Пошел обратный отток Нам возвращаются те Кто когда-то уходил Поэтому знаешь Вот мы так как эти все периоды Уже прошли У нас же так Ну спокойно А чем вы именно Занимаетесь Касательно их творчества То есть как-то стратегию Придумываете Выстраиваете ему образ Там я не знаю На смыслы влияете Смотри Тут от артиста к артисту Потому что Допустим с Ваня У нас на менеджменте На продюсирование То есть есть ребята Которых мы просто выпускаем И кого-то менеджерим То есть например В Ване мы погружаемся В музыкальный материал Мы погружаемся Ну например Он мне может скинуть Типа Дэн Я вот такие шмотки нашел Типа классный класс Мы там типа О да прикольно Типа давай покупаем Вот То есть Ну про образ мы говорим Вот То есть Ваня отлично Сам разговаривает Поэтому тут никаких Ну ничего с нашей страны Не требуется Но если какой-то совет Например Вот соответственно Дальше маркетинг Промо Релизы песен Концертная история Реклама То есть Работа с брендами Работа с ну там С каким-то глобальными Историями Большими контрактами Вот это все А кто у вас сегодня еще Издается Ну смотри У нас издается Не лето У нас опять-таки Издается у нас там Порядка там Четырехста артистов Например Это имя Которые просто публикуются Да-да-да-да-да А вот именно те С кем мы работаем Ну из таких Из крупных Получается Ваня Не лето Группа Кэтан Казахстанская трива Элджей Лакоста Я видел у вас тут Много известных Пластинок С крутыми релизами Какая из них Принесла больше Розовое вино Или Венера Юпитера Слушай Смотря как считать Понятно что Розовое вино Это была Определенная Такая точка Но на самом деле Еще до Розового вина Была песня Я буду твоей малышкой Которую Если считать На деньги тех лет То есть это Девятый, десятый, одиннадцатый год И на самом деле Я буду твоей малышкой Да Причем еще не было стриминга Были только рингбэктоны Из того что мы реально Могли монетизировать И концерты Но по факту Даже если брать Вот этот небольшой Сегмент продаж То очень вероятно Что там денег было больше Как изменилась ситуация В издательском Музыкальном бизнесе За то время Когда вышел трек Я буду твоей малышкой Что сейчас вообще происходит Слушай ну сильно Получается что Пришел стриминг Как и во всем мире Он конечно бомбанул У нас тоже То есть нас Люди сразу переключились С загрузок песен На стриминг На реально прослушивание В реальном времени Это конечно дал Сильный буст рынку И получается В каком году Там Пятнадцатый, семнадцатый год То есть Когда в России И Яндекс И Яндекс И звук И Вконтакте Естественно Они конечно сильно выросли Но в любом случае Apple Music и Spotify Работа Здесь же зависит от артиста Очень сильно Потому что есть артисты Которые реально Стримятся больше на западе Инструментальная музыка Или еще какие-то И у них на самом деле Там все хорошо А у вас есть такие на лейбле Кто больше слушается У нас есть ремиксы Есть бэк-каталог Который больше стремится Например в Германии То есть стремятся люди Которые давно уехали То есть он стремится в Германии Ну в других странах По Европе Ну например там Например 60% там А 40% здесь Вы как видите Ближайшее будущее Это такой Ровная Такая Не кривая Или это рост Или это волны Можно вообще прогнозировать В вашем бизнесе Вообще глобально Если честно Прогнозировать ничего нельзя Мне кажется вообще нигде Сейчас время такое Очень переменчивое Непонятно что будет Но скажем так Опасений После того как ушли Эппл И спотик Было гораздо больше Оказалось что в принципе Не все так страшно То есть изначально Рынок упал где-то Процентов на 45 Сейчас он ну наверное Ну процентов на 30 Меньше чем тогда Когда Ну зависит на самом деле От артиста очень сильно Зависит от того Где его стримят Есть ли у него треки Или нет Поэтому на самом деле Кто-то не упал вообще Кто-то вырос То есть и Скажем так Ну мы застали Очень старые времена Когда стриминга не было Когда не было вообще Никакой монетизации Кроме концертов Поэтому для нас Как бы это Ну не было Скажем так Падением кем-либо Откатом куда-то Или что-то А продвижение сегодня Какое самое лучшее Пару лет назад Все как один Говорили про тикток Сегодня это что Слушай тикток Отлично работает То есть любой Видеоформат Отлично работает Шортс Рилсы И тикток Ну вообще работать Надо естественно По всем То есть у артиста Конечно к сожалению Скажем так Это усугубляет Его жизнь Потому что это требует Ну большого внимания Потому что Ну то есть сейчас Есть вконтакте То есть надо ввести Вконтакте Надо ввести Запрещенную сеть Все равно надо ввести Ютуб Обязательно Обязательно То есть желательно тикток Потому что все равно То есть очень много Русскоязычных людей Которые живут за границей Или есть куча программ Которые сейчас позволяют Смотреть тикток И поэтому сейчас Ну скажем так Большинство треков В чартах Все равно это Тикток принимал В этом участие То есть трек пошел в тиктоке То есть это все работает То есть скажем так Это вот Мы доносим тоже Некоторым артистам Что ребята возвращаемся И начинаем пилить контент Не борцы Не боишься в армию попасть сейчас Так что с признанным возрастом-то? Понизли С восемнадцати лет он сейчас Хоть же и так был С восемнадцати лет Боюсь в плане Я иду учиться А ты поступаешь Сейчас куда? Конечно Ты что? Я очень этого хотел Я очень долго думал Куда мне поступать Дело не в каких-то внутренних сомнениях И дело в том Что я хотел найти Прям ту вот жилу Где мне будет комфортно Ой, куда ты идешь учиться? В гитер Я надеюсь, что это поступило Телерадио, да? Да, я просто Я поступал только туда Это кинорежиссура На режиме режиссера Игрового кино Ого Если ты реально знаешь Чего ты хочешь Ты понимаешь Что вот именно эта схема Обучения тебя устраивает И все такое То да В интервью у Музлов Ты говорил, что ты читаешь книги Твои любимые авторы Я не знаю Чем вдохновляешься? Вообще Сколько времени Ты литературе уделяешь? Сейчас, когда я начал Когда вот сейчас были Все эти вступительные испытания Я все проходил Я стараюсь Максимально Как все И чтобы Понимаешь Я больше всего не хочу Чтобы люди Если я поступлю В тот же самый гитер Чтобы там не подумали Ученики о том Что я туда по блату поступил Потому что Нет у меня блата Не семнадцать Вот Как бы Ну Я там никому не обещал Что я там у них На днях открытых дверей Буду петь Что я правда хотел сам поступить Я правда сам поступал Мне пришлось Пришлось Господи Я читал Чехова Читал Толстого Да много кого мне пришлось читать Именно мои Мое предпочтение Это Рэй Брэдбери Это О! Знаешь книгу Крати как художник? Нет Короче Потрясающий материал Я советую вообще всем прочитать Каждому Прочитать Очень маленькая книжка Которая провела Произвела на меня Просто невероятное впечатление Там По-моему Шестьдесят страниц И написано Все крупным текстом С визуализацией То есть с картинками Короче Безумно крутая мораль Безумно крутая Мотивационная книга Вань На твой взгляд Важно музыканту Иметь профильное образование? Нет Раньше Образование было важно Потому что Раньше учили По современным реалиям Сейчас этого нет Даже современные Эстрадно-джазовые Там какие-то факультеты Они не учат тому Что по-настоящему Сейчас в моде Грубо говоря И тренде Я не говорю о каких-то Глупых речитативах И тому подобное Просто есть современные Тенденции Которым взрослые Если не учат подростков Должны прислушиваться Это мое мнение Поэтому образование Уходит на второй план Потому что То Что и вправду нужно Для самореализации Можно вучить Только в интернете Поэтому я очень долго Искал Вуз С Протянутой рукой К современности Понимаешь И Ну грубо говоря Я его нашел Само собой Не в том объеме В котором мне бы Очень сильно этого хотелось Но там хотя бы Есть на это намеки Вот Да и профильное образование Это такая история Как бы Учеба Длительностью в пять лет Это тоже Как бы Интересная практика Почему пять лет? Почему восемь лет? Почему не два года? Как бы Зачем Растягивать Небольшой объем знаний На пять лет? Зачем в школе Растягивать на одиннадцать лет? Какой в этом смысл? То есть ты бы сделал Пять лет школы Два года вуза Я просто И в семнадцать лет Все вы же взрослые люди, да? Ну то есть смотри Я говорю о своем опыте Каждый класс Десятый Допустим Десятый класс Это класс чистого повторения Восьмой класс Тоже чистого повторения Как и шестой класс Тоже класс чистого повторения То есть три класса Можно просто отсекать Зачем они нужны? Если ты просто повторяешь То, что вы уже учили Я тебе отвечаю Это правда так Я был У меня было Две четверки Просто потому что Я учился Научился как Я просто знал Я просто запомнил То, что говорят И каждый год Говорили Допустим Я отучился в седьмом класс Запомнил то, что Мы говорили в седьмом классе В восьмом классе Я был уже отличником Потому что я просто Помнил то, что Мы говорили в седьмом классе А в восьмом Были точно такие же вопросы грубо говоря вот ну как бы такая практика обучения сейчас а ты в обычной школе до учился я учился в обычный до государственной школе абсолютно обычный ну абсолютно обычный вот как обычно там был разный контингент подростков были абсолютно разные ребята вот но мне еще при этом повезло с классом у меня 43 лучших друга никита боря андрей они вот мои одноклассники седьмого класса мы с ним общаемся с какой же 6 год пошел вот ни разу с ними не ссорились это удивительно это вот прям это я прям нашел своих и так случайно путю чтобы с ними оказались в одном классе ну то есть как бы но я уверен что даже если мы не оказались в одном классе даже не в одной школе мы все равно нашли друг друга и были бы друзьями но просто это удивительное стечение обстоятельств когда ты как бы одноклассники и это было очень трудно для нашей школы потому что мы были такие бунтари всегда были реально . да я продумали мы прогуливали и прикалывались слушай я был очень волевой ученики тебе так скажу у меня была учительница по математике вот ситуация которая описывает мой характер ее звали вера ивановна зовут посидеть само собой я просто говорю про то время это был девятый класс и она вот у нас была подготовка кога вот это как раз учили новый материал и она постоянно говорила о том что типа у вас ничего не получится типа дмитриенко ты вообще ничего не добьешься ты полный ноль ты ничего не знаешь кем ты станешь и и все такое в какой-то момент я встал на уроки когда она это опять говорила искала если вы хотите чтобы мы сдали экзамены игры если вы хотите если вы взяли на себя ответственность учить нас и готовить к ним игры то вам не нужно говорить нам что что мы ничего из себя не представляем вам нужно нас поддерживать вам нужно говорить нам о том что типа да у вас все получится вам надо правда правда учиться но самое главное это уверенность там типа в себе вы должны знать вот это вот это у вас все получится вы все сдадите то что вы нас опускайте говорить о том что мы ничего не знаем нам точно не поможет сдать экзамен и поверьте если мы не сдадим экзамен проблемы будут только у вас мы-то его сможем пересдать репутация пострадает ваша как учителя что вы не смогли подготовить детей я смотрел ты учился в приличной центральной такой школе в москве на тверской и что там был буллинг были грубые обычно это где-то учи учителя грубые были да это как бы линейкой там или нет да нет но такого мне кажется вообще в принципе нет есть видео раздавал я очень надеюсь но я не как бы нутро человека не угадаешь с первого взгляда я тебе так скажу как бы есть есть такие учителя существует и есть такие видео быстрее учителя уже не работают там где не работали как бы это не ненормальная практика то есть как бы путь к доверию ребенка лежит через нормальное к нему отношения если ребенок видит что учитель к нему нормально относится если учитель проявляет нему любовь как бы и попытать его поддержать то ребенок будет доверять учителю это такое воспитание с детьми бы ну это так работает а когда применяется какие там типа способы какой-то убийственной вообще практики я этого вообще не понимаю ну типа что значит ударит ребенка линейкой что ты этим добьешься это 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 показывает только какую-то твою личную характерность и какую-то ненависть детям какой вообще что-то тут делаешь почему-то работаешь учителем ну типа как как-то тут оказалось тогда повысить голос можно но только нужно это делать с пониманием того что это подростки это дети которые сейчас растут это какое отношение привез ты к ним в начальной школе с таким отношением они пойдут дальше и ты можешь либо их уничтожить либо их окрылять ко всему и свои способы коммуникации если детям не интересен урок придумает то что будет им интересно на уроке почему они должны хотеть учиться как бы но это тупо ты приходишь тебе говорят ты должен учить цифры почему ребенок должен учить цифры ну дайте ему ответ на этот вопрос потому что там то есть вот допустим те картинка там вот тут ребенок покупает себе мороженое чтобы купить это мороженое ему нужно 49 рублей его бы тебя и вам нужно посчитать сдачу вот допустим вот такая история понимаешь то есть как бы найти способ и подход к внутреннему миру ребенка для того чтобы он начал это учить то есть у меня вот у меня вот такое мнение на это как бы проблемы люди создают себе сами просто решать их никто не хочет вот такая как бы история и я просто считаю что сейчас профильное образование краски не так важно потому что нет того самого метода обучения начали появляться такие вузы за что просто безумно счастлив поэтому образование обретает новый смысл она важна именно для самореализации то есть допустим мы смотри вот я я пойду я пойду учиться мне дадут диплом куда я понесу этот диплом для чего мне нужен вот сюда поставишь вот все принесу с альбом при принесу его своей любимой полке в своем нашем офисе как бы все как бы ну кому мне его еще показывать как бы сейчас такие реалии когда не всем далеко не всем настоящим людям которые реально дают работу им не важно им важен твой талант а твой а твой диплом не подчеркивает твой талант я спросил потому что в одном из твоих интервью ты говорил что хотел бы сделать фит с ларисы долина и я подумал о как интересно вспомнил ее конфликт с блогером вали карнавал давай так я ну извините я шесть лет не училась а можно что то попроще то есть ты считаешь это сложно конечно у меня первый курс это много всего было что чего-то совсем простой знаете очень неприятно когда говорят у меня первый курс такое поет у меня там нужно учиться и так далее блин музыка она создана для того чтобы люди пели так как хотели но это круто не все правильно нужно петь но если человек хочет петь так пусть поет на кухне тогда если он хочет петь это неправильно это субъективно это не честно да во первых я очень хорошо и с большим улено очень круто поет отношусь долиной она профессионал здесь дело не в том что она круто поет она профессионал она на уступает за классическое образование но чем это плохо подожди она выступают во первых не за образование а выступает за правильное преподношение музыки вот за что она выступает удалена своя школа с талантливыми детьми реально талантливейшими ты я видел кучу видео где они там поют хором и поверь это реально очень круто оставляя для меня только тоненькую нить только каплю сожалению то есть как бы удаленный свой метод образования как бы она она знает как правильно преподносить информацию и она чувствует поколение она реально его чувствует допустим лариса говорит о том что для того чтобы быть на сцену нужно отучиться но при этом лариса уважает мое творчество и она считает меня очень талант то есть она тебя респектует меня не меня на респектуют и вправду хотя у меня нет образования то есть а я думаю лариса говорила именно об опыте и профессионализме чтобы делать какие-то громкие заявления со сцены чтобы говорить о том что ты артист тебе нужно научиться петь и будь уверенным хотя бы самой в своем же голосе и валя с того момента я слышал сейчас как валя поет но валя далеко неплохо сейчас она она то есть как бы человек он не стыдно мести он тренируется реализуется и даже если возможно эта ситуация валю обидела как бы но она наоборот как бы начала только больше и всем доказывает то что типа да я могу типа и чуваки даже вот который там допустим к ларисе прислушиваться и она говорил что да и вот я вот и вот я могу занимать вокалом я хочу тренироваться что-то как бы это ее начало пути это что не бывает успеха без каких-то там провалов или еще чего-то подобного я считаю что что таки что такое наставление особенно как бы неважно что с к ларисы она в любом случае уважаем человека на вправду профессионал как бы как бы человек должен взять это на пометку и только его должно только смотивировать вот а ты получается сама . вообще полностью да ну только вокалами занимался нового но вокалом я занимался ну где семь лет семь лет занимался вокалом хану кстати но это почти как школу считай 7 лет ну просто я не занимался в школе сколько 8 лет музыкальная школа это полная задница правда я даже говорить об этом не хочу честно но я имею ввиду что ты уделил этому большое количество часов до жизни не так как условно там дани милохи начал петь просто начал петь условно говоря но я занимался вокалом от большой любви к вокалу понимаешь как бы они потому что меня туда родители отдали я просто всегда любил петь почему я считаю хочу объяснить свою позицию до музыкальной школы потому что я говорю это из личного опыта опыта общения с людьми которые эти музыкальные школы заканчивали большинство после выпуска из музыкальной школе школы начинает просто ненавидеть музыку ненавидеть инструмент на котором они играли почему так происходит ну вот почему зачем они тогда туда идут потому что их туда отдали родители потому что учить надо современность это круто знать классику но и нельзя уделять все восемь лет образования в музыкальной школе зачем и на вокале я учился по современным песням как бы ну то есть но до меня кто был адам ламберт был тогда популярным тогда были популярны ван дер экшен когда я учился ну то есть как бы я реально учился по современным тенденциям и поэтому мне это нравилось я то есть я пел то что слушаю когда еду с папой в машине вот поэтому в этом я любил я обожала творчество я любил вокал то есть типа я я чувствовал какую-то какую-то значимость как об как будто я к этому как-то принадлежу пареешь то есть я чувствовал какую-то важность тем что я пою потому что вот они поют эти песни вот я тоже их пою я чувствую и чувствовал что касаюсь очень осторожно какой-то вот современного огромного мира музыки есть артисты которые тебя сформировали конечно от ширин макс корж джастин бибер тоже еще агутин не очень нравится ну думаю что антон беляев скорее всего сергей жуков сергей жуков вообще настоящее время играет огромную роль в моей в моем творческом пути мы с ним недавно вместе сняли огромный сериал который называется плакса где я играю такую но одну из главных ролей я думаю вторую по значимости наверно вот сериал потрясающий очень крутой это он продюсер он там выступает его продакшен да по моему но он этот сериал придумал самое удивительное что мы с им встретились год назад в одном самолете мы летели оба в таиланд он летел со своей семьей в бизнес классе а я летел в эконом ну короче я просто как то есть там больших свет заходишь слева бизнес-класс правый эконом и я захожу и просто я вижу там типа что там серьезно такого не и мы и я короче я к нему захожу там стюардесса это был аэрофлот в аэрофлоте меня все знают игру можно приду с человеком пообщать тогда конечно типа ничего страшно на 10 минут и мы с ним сели он не говорит вот сериал такая история такой были так это очень круто он такой ну дай бог все срастется и вот мы его уже до сняли понимаешь как бы то есть я узнал об этом один из первых это было настолько такая тип какая-то сокровенная мечта сереже чтобы он это сделал потому что там огромная мораль в сериале очень правильное преподношение там про буллинг проводцы вот современные проблемы реально он очень хотел это преподнести он очень хотел доказать сделать такой проект которым которые смогут смотреть дети и такие типа и какую-то надежду тебе для того чтобы там выбраться из каких-то своих проблем как бы для себя получить вот как и он это сделать да он он очень чувственный очень он понимает он реально понимает всех людей которые с ним работают он знает что они себя представляют он сам их отбирал как бы он очень правильно подходит к делу с большим уважением к самому делу он к этому подходит он на площадке был постоянно да да он приезжал на площадку то есть вот я заметил что он в проекте свои очень глубоко всегда заходит несмотря на то что он и музыка занимается и барами еще вот сериалом он занимался прямо постоянно да да обалдеть да такой да это вообще потрясающе тоже я на это удивительно откуда у человека когда у него нет времени еще находится время на то чтобы потому что видишь это это значимость это значит для него это очень важно было если он даже находил время не спал вообще ничего мысь мы в сочи снимали сериал тут очень долго прилетал сочи постоянно я тоже постоянно между гастролей точнее между съемками улетал на гастроли с гастроли прилетал обратно на съемки григорий лепс как появился в своей жизни устрашающим есть какая-то история про это я ждал мы были на музыкальной премии и я выступал короче ну я хорошо так выступил все такое пел венеру и питер как раз ты был началом и творческого пути я ухожу за как бы за свой стол и стоит вот так вот мой стол и вот тут стоит стол гриша лепс и там как раз сидел диана арбенина вместе с ним я чуть сижу кушаю тут там и разным сидят я так поворачиваю голову там вот сидит лепс и такой я думаю ну не не мне точно продолжая есть поворачиваю такой все еще посмотрел по сторонам думаю показалось это сидит короче директор лёша вызвали помощник игрит ваня тебя гриша зовет такой а меня да и так встал пошел так подхожу подхожу стою на два стола такой садись у меня вариантов не было типа не сесть понимаешь как бы тут когда тебе говорит лепс садись такого ну ты садишься потому что страшно отказать вот я сажусь а у меня еще как бы ну такие смешанным были эмоции бы я не понимал в какой момент когда я выходил на сцену я успел перейти ему дорогу потому что иначе зачем он зовет меня к себе за стол вот и он говорит классно у тебя музыка игру его го спасибо большое арбейн игры да то очень талантливый парень и гриша говорит ты песни пишешь я говорю ну само собой он говорит приезжай ко мне я говорю покажи покажи мне свое творчество я говорю я хочу я хочу исполнять твои песни я к нему приехал и тогда вот написал на 1 что это за атмосфера потому что он такой конечно неоднозначный персонаж очень влиятельный с разных сторон как ты к нему приехал на эконом-классе такси очень по-простому в простору башечки он предложил себе рюмку водки не знаю нет он предложил мне чашку чая сказал типа да господи типа расслабься очень не переживайте по это тот 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 он типа прям он говорит тебе то что я просто люблю людей которые пишут хорошую музыку и мы с ним как-то да как-то и мы нашли с ним общий язык вы сильно можно сказать что он стал твоим там старшим товарищем как-то вы себя снять поддерживаете или это да 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 мы поддерживаем связь саму собой я написал очень много песен у него недавно вышел альбом который состоит почти на половину из песен которые ему написал для меня это огромное огромный показатель уважения людей которые давно в этом деле как бы доказательство того что я на правильном пути что мои мысли в правду что-то значит и значит очень многое вот если в артист такой величины любят и хотят их исполнять понимаешь а как тебе о том скандальная репутация то что он подраться может какое-то заявление сделать неоднозначное слушай но это это же его это же его обстоятельства его решение я считаю что на каждую ситуацию есть обстоятельства которые были присущи вот и ну к сожалению об этом знают только люди которые в этой ситуации были ну то есть ты пускаешь в свой круг самых разных людей так неправильно говорить это люди пускают меня в свой круг нельзя говорить про человеку которому из ними 60 лет как который собирает стадион о том что это я пустил свой круг нету ты же принимаешь решение там записывать с ним песню так же как он ты же не обязан соглашаться обязательно я не обязан но глупо отказаться есть какая-то история с корпоратива который хочет поделиться есть вот самый необычный корпоратив в самолете самолете на высоте вот сколько там самолет летает 11 тысяч метров вот в самолете я был но это вот как бы есть еще на день рождения собаки на день рождения собаки что для тебя более странно когда ты выступаешь в зоне турбулентности на самолете в нижний новгород или держи собаки вот что выберешь про то я расскажу давай день рождения собаки все-таки при так короче с гастролей и у меня там стоит какой-то корпоратив ты каков-то короче имя было типа мальчик моисей или это не знаю как версии короче вот такое вот имя я что-то короче мы едем на гастроли я самолеты я даже вообще не парился чуть не спрашивал говорю я всегда спрашиваю типа в гримерке перед кулисами типа типа расскажи мне там про семью как бы расскажи про пацана чем занимается чем увлекается все такое как бы что чтобы сразу знать под как бы понимать подход к человеку ализа тоже директор мы не была как бы в курсе особо как бы если камни скале то что типа ну вот персей пять лет исполняется здесь такая окей хорошо без проблем вот и мы приезжаем хороший прям такой ресторан у нас гримерка там потрясающий стол нам накрыли все такое мы там готовимся сидят мои музыканты пацаны и заходят организаторы говорит ну вы готовы я такой ну конечно да мы готовы такая ну вы же понимаете да что как бы ну что особенности мероприятия листы к ну да конечно типа это пять лет до типа все круто не родители будут и ваня вот очень хорошо с родителями ладит и все такое такая ну ну да все извините что-то это переборщила так конечно все хорошее выступление но и у меня интер такое знаешь типа ну короче супер мощный вообще я выхожу и думаю типа ну все сейчас выйду там мальчик она будет в части я выхожу на сцену я так и глянусь по сторонам стоит стул ну как бы стоит такой типа ну как стул как-то называется это знаешь в дорогущих домах вот когда перед кроватью стоит такая тумбочка для тем вещей куда можно поставить вот вас и такая же тумбочка на ней лежит корги одеты там какой-то там пиджачок корги и там снизу него там миска для корма типа корм насыпаны там типа вода и вокруг чем бегают кучу собак все какие-то кости грызу в мячики кидают там типа родители этой дамочки вот эти с хозяйки нам своими там чула к взрослой но я не видел его хозяйку там сидел тот корги просто там как бы была была тусовка вода и людей и властелинов этих собак и сам самих собак я выхожу я то есть я сначала подумал что это прикол какой-то я такой типа а персей где и потом понял что я ну типа я все понял что вот персей тут корги который сидит напротив меня а как будто там его хозяйка как бы ты как бы в один момент думаешь что вы бы скорее всего это именно хозяйка хотела меня послушать но другое время ты понимаешь что ты-то должен с днем рождения поздравляет собаку и думаешь а как на каком языке вот ну вот так такая история ничего мы отыграли концерт я само собой больше коммуницировал с людьми но и животными тоже ты вообще не обиделся на такое да как можно это обидеться даже наоборот такой как бы фан ну конечно экспириенс такой самый настоящий вот да крутая история очень мы бы мы даже по этой истории сняли клип у меня есть песня пицца называется и мы взяли вдохновились этой истории сняли просто клип так у нас там свадьбы двух собак кусочка и виноградный чай ты сидишь одна и на тебе печальность как ты свободное время вообще проводишь но у тебя есть сейчас 17 лет или у тебя жесткий график у тебя у меня жесткий график правда жесткий график но свободное время есть ты что-то всегда найдет мы сейчас поедем туда где я провожу свободное время ван где мы это мое любимое место для проведения свободного времени это но одно из любом случае само собой это компьютерный клуб здесь мы постоянно зависаем здание не лето с вообще со многими тут постоянно тусне артистов все такое и когда у всех есть свободное время с удовольствием едем сюда играем все вместе и тому подобное у кого не спроси из тусовки из нашей как бы сферы творческой все знают что такое envision вот и тому подобное короче это компьютерный клуб сколько ты здесь уже провел часов эти что таймер что ли я не знаю но очень много ну слушай да я люблю это дело потому что когда ты начинаешь играть у тебя атрофируется как бы все все твои проблемы потому что ты погружаешься в игру и само собой никогда нет на это много времени но когда время на это есть это очень помогает разгрузиться после дня допустим даже тяжелого либо дома фильма посмотреть с человечком любимым либо вот здесь есть такие ребята которые могут 10 часов не вставать с кресла у тебя было такое о боже да нет такого я не понимаю нет так так и не могу а во что ты играешь какие-нибудь миролюбивые игры типа майнкрафта не вели за counter-strike то есть нравится войнушки ну шутеры это же очень крутая игра сколько ей уже лет 15 наверное да самое первое его релиза ну еще же было 16 и стопудовый играл 16 но когда-то да давно играл ну вот ну вот это просто продолжение global of and все-таки сделаешь пытаюсь попасть человек плену ты такой добрый парень и в такие жестокие игры играешь да она по-настоящему не жестокой это же это же все это же войнушка понимаешь слушай у меня с этой игрой по-настоящему очень проблемные были отношения когда мне было девять лет и что-то тебя мама запрещал в нее играть дело в том что да из-за этого я ее обманывал и как-то раз короче вы смотри вот и вот есть вот и вот эти вот всякие вот такие рисуночки видишь наружу у меня все оружие раскрашены короче там типа синий цвет и все так это и дорого кстати полу стоит да очень реально очень и я очень долго на это все собирал в общем короче когда мне было 9 лет у меня была мечта купить себе ножик там только вот короче другого характера не такой видишь мне стать то даже дмитриенко написано короче ну типа я хотел купить все ножи просто типа немного другой и он достал 15 тысяч рублей немало у меня не было денег и тогда как бы и на и на то время 15000 рублей это были очень большие день то есть за 15 тысяч рублей можно было спокойно снять квартиру в красноярске грубо говоря вот я эти деньги украл у мамы шкатулки да на игру и вот и после этого короче какой проказник но это по-настоящему не смешная ситуация потому что мы там с мамой мы потом короче ну конечно подходит бабушка говорит вот пропали деньги шкатулки я еще не признавался не говорил как будто что это я и все такое и в общем врал врал и врал чтобы все как мама расстроила и мы потом ехали в машине когда я уже сознался сказал то что тебе да это я потому что бабушка там стал что она будет вызвать полицию и все такая мама с ко мне что она во мне разочарована что она по zieh что я по что я потерял ее доверие короче вот но это наверное был такой для меня вот в то время как бы одно дело маму обидеть а другое время когда их мама говорит что на то что как бы что на все разочарована то есть для меня это был вообще просто шок и вот я наверное после этого начал типа хотя бы более менее отчетливо понимаешь что такое хорошо что такое плохо анализирует многие свои поступки ибо там же еще у меня был очень в то время а очень был полковником полиции в красноярске вот и он позвонил своему другу из полицейского участка и они сделали сценку о том что типа что я приехал в полицейский участок то есть я но мне никто не говорил что это типа сценка и все такое я я-то ехал типа по-настоящему реально в полицейский участок ну короче украдены 15 тысяч рублей скатулки ну типа да и мне он там говорит уж типа ты понимаешь что что за такое там люди там типа садятся в тюрьму и все такое в общем проучили меня очень внятно и жестко ты говорил что у тебя трое лучших друзей из твоей школы ты сейчас зарабатываешь приличное количество денег они тоже богатые ребята или у вас есть такой мезальянс какой-то между вами но мы как мы контрастируем очень у нас прям но мы реально очень разные как бы это это меня больше всего радует потому что со всеми нашими как бы разными сферами деятельности и все такое как бы мы умудряемся как бы дружить и ну как-то и быть быть вместе как бы все у нас типа хорошо все что есть про тебя в интернете из категории знаешь сплетни скандалы связаны с девушками исключительно ты сейчас в отношениях до с фигуристкой ну в прошлом фигуристкой саши да почему тебя вот так много в тусовке фигурного катания в чем кайф фигуристом нет подожди ты наверно сейчас путаешь девушка моя саша из она блогер вот я был да в тусовке фигурного катания просто как просто как-то метод метода стали выступать ему там я участвовал в музыке который делали фигуристы я как бы не числился в их тусовке но просто типа знаком был с ребятами ты сразу чувствовал свою аудиторию потому что в том вареве там русских артистов да когда ты появился в основном молодняк это были такие темные матерящиеся татуированные парни рэперы ну преимущественно вот они были очень на хайпе до которые поют про совсем не те вещи которые ты там возводишь своем творчестве про любовь про переживания про что-то светлое ты не думал что это не зайдет да нет я был уверен что это зайдет как когда вся индустрия состоит как раз таки из того о чем ты говоришь людям очень нужны такие песни понимаешь я был уверен да что это зайдет это показала песни поболела и прошло еще вот за два года до выхода венеры и питер когда вышла поболела и прошло и стала полномасштабным хитом я понял что ну да значит люди людям до сих пор нужна такая музыка а можно ожидать от вани дмитриенко трек про развязанную жизнь 17-летней рок-звезды блин не знаю обо всем можно спеть хорошо понимаешь и даже если говорить о какой-то развязанной жизни я гуляю с ребятами до ночи со своими пацанами мы бывают там ездим в какие-то там не знаю там караоке и все такое я люблю тоже я еле я люблю отдыхать со своими близкими и это нормальная тема поэтому обо всем можно спеть как бы по-хорошему если спеть об этом классно а у меня уже есть такая песня кто-то да и можно знать расскажи про дом которого купили с выходом к реке что это за место я его построил строил его для родителей для мамы с сашей но потом просто умер как бы этот дом я все думал его продавать он очень крутой а его для себя дел вообще в дом потрясающий думал вот продавать ну потому что как бы он большой и я строил его для родителей как бы папа не стала и как бы на маме там одной жить во сколько лет ты занялся постройкой дома им занимался как раз таки саша я просто спонсировал всю эту историю мы вместе делали этот проект и вместе мы всем размышляли ну получается мне было 16 офигеть вообще ты сейчас содержишь всю свою семью получается помогаю мама мама же работает как бы у мамы есть деньги и все такое я просто помогаю если это если в этом мама нуждается и лера само собой и его вот а у тебя было какое-то финансовое воспитание там от мамы но я просто вообще считаю что финансовая грамотность в принципе должна быть должна быть у человека у которого который зарабатывает потому что уметь с умом тратить деньги это очень важная тема но я просто всегда советовался как бы там я хочу что-то там купить или что-то еще я думаю позвоните спрошу типа вот этого стоит или нет ну само собой большинство каких-то покупок я не обсуждаю я просто уже сам понимаю что важно что нет была такая реклама от которой ты отказывался конечно что ты не рекламируешь пиво презервативы табак ставки ну да ну всякие букмекерские компании все такое почему да рано мне еще куда мне 17 а дальше будешь ждешь 18-летие ну там уже можно будет об этом хотя бы говорить про страна когда 17 летний подросток рекламирует вещь которые с 18 лет можно делать алиса сколько зарабатывает ваня дмитриенко ответ есть на узнать бабло . читаю ваня дмитриенко зарабатывает на youtube 0,05 рублей в секунду 4321 рубль в день или 129 тысяч шестьсот тридцать восемь рублей в месяц давайте заодно расскажу сколько подписчиков у ваня дмитриенко я зарабатываю 129 тысяч рублей в месяц как я forbes попал сколько стоит заказать у тебя песню чтобы ты написал песню под ключ а я же не всем пишу далеко я вообще очень мало кому пишу песни это дело да даже не в ценнике а в том что возьмусь возьмусь как бы я за эту работу или нет вот поэтому такой трудный вопрос не знаю не знаю правда не знаю все очень ну как бы далеко валируется если я человека очень уважают видимо все не возьму не фарсы давно был красноярске нет зимой что это за город опиши его это город для взрослых подросткам там делать нечего эти так про скажу ну как бы если подросток хочет развиваться и быть там кем-то крутым индивидуальным в красноярске это сделать сложно как бы либо идти по стопам родителей которые уже там про проделали тропинку ну либо я не знаю что то можно делать мне хотелось оттуда сбежать хотя сам по себе это город-миллионник со своей инфраструктуры ну допустим когда-то по-моему год назад он был по-моему топ-1 самым загрязненным воздухом там тяжело дышать да там ну бывает черное небо это жесткая тема ну то есть когда это просто ничего не видишь ведь этом там какой-то смог стоит вечно и воняет но я приезжал туда там бывает очень прямо тяжело дышать но но как бы если уехать за город то там очень красиво там у нас горы и все такое там очень красиво правда но в самом городе жить тяжело классное место какое-нибудь может это вспомнить попробую лог я очень люблю взлетку я тоже там очень много гулял постоянно но больше всего люблю москву правда я обожаю москву я не город просто который просто обожаю реально я невероятно люблю москву никуда не хочешь переезжать отсюда не вообще честно я реально не знаю я хочу путешествовать но я уверен что я не найду города лучше чем москва я не знаю где еще можно жить так так спал ну типа так вот настолько совсем понимаю что если бы здесь есть все вообще в москве есть просто все любое что те в голову придет она тут есть и даже не в единичном количестве то как москву выстроили сейчас как бы это город контрастов господи недавно по парку горького погуляла я думаю что пар горького это просто набережная а когда ты туда вовнутрь захочет это божественно мужик это просто невероятные эти серьезные игры там прям реально ты как будто в лесу понимаешь и мы там катались на самокатах там все такое там куча очень большое количество деревьев каких-то какой-то растительности там воздух вообще другой там прям пахнет вкусно лавочки на которых ты можешь просто посидеть и как будто в гордом одиночестве понимаешь это хотя город огромный в москве столько людей живет и при этом там все равно ты найдешь лавочку вот где-то сидишь и рядом людей просто нет понимаешь и вот я вообще я был шоке просто я не знал что пар горького настолько крутой он очень крутой это любимая твое место москве на любимое любимое место это лавочка возле храма креста спасите так получилось дело в том что какая аура у нашего выпуска сегодня да нет я гулял просто по москве и но просто ну во первых храм христа спаситель он очень красиво на безумно красивый я не из людей которые пациентам ходят в церкви и все такое в храмы нет это не про меня история но там короче есть лавочка который стоит прямо перед ним и у нее вид на москву реку и но тут на красный октябрь где делают конфеты господи это просто невероятно и там почему-то очень мало людей и даже когда там типа в час пик ты там сидишь все равно один просто типа кто-то проходит и это место для меня такого просто я вот там сижу я могу там часами смотреть просто сидеть и вот что-то музыку слушать просто и смотреть и пялиться вот реально на этой набережной не фарсы как думаешь каково людям вообще с тобой работать я слышал что ты просыпаешь съемки что ты можешь еще что-нибудь натворить офигеть я даже не знает кого-то такое слышал но по-настоящему это это неправда а почему мы опаздываем короче я гонял за компьютерами магазин типа дело в том что но я с уважением отношусь к работе профессии которая типа у меня есть если я уж куда-то опаздываю то на эту точность какие-то причины бабок более чем нормальные для того чтобы люди поняли почему я опоздал что что чтобы я там именно что-то проспал и все такое никогда такого не было на сколько лет тысячу единственное единственное что тяжело что это сына паспорт забываем вот это на все всегда очень часто на съемках нужны своего паспорта вот с паспортом у меня вообще очень большие проблемы я забываю паспорт как бы мне говорят его взять и я все равно его забываю какой был шанс того чтобы ты стал успешным музыкантом как думаешь как у нас музыкант в стране ну думаю десятки тысяч один десятком тысяч пань как ты думаешь какие качества в себе стоит развивать чтобы добиваться успеха вот на твоем примере в завершении нашего интервью посоветуй что-нибудь ребятам которые смотрят этот выпуск есть одна причин очень крутая такая деревня деревушка и началась короче засуха просто не идут дожди абсолютно просто все высохшие максимально и просто люди жители деревни пошли в церковь короче молиться типа короче и стоит вот поп да поп вот и к там читает говорит что типа вот мы должны все верить если такое мы должны попросить там у бога дождя дождя и какой-то становится и такой смотрит на всех адаптит вся деревня игрит вот из вас из всех верят то что все будет хорошо только один мальчик вот только вот это этот мальчик если так что-то поворачивается смотрят все таки а папа почему и мужчина говорит потому что он взял с собой зонтик то есть это история верен о том о том что нужно верить в лучшее и пропорциональный прямо это к себе притягивать он верил то что пойдет дождь он взял зонтик для того чтобы если дождь пойдет чтобы от него укрыться понимаешь да то есть это очень глубокая мысль для меня прям ну как которую я очень который я очень прислушиваюсь и то что в себя надо воспитывать это правильную веру в свои мечты нужно не просто верить и размышлять отдела для того делать что-то для того чтобы это случилось но для этого очень важно развивать трудолюбие важно прислушиваться к людям которые делают для тебя добро ну как бы просто сопутствовать важным жизненным ценностям потому что самый настоящий жизненный ценности как уважение как ценность того что ты имеешь потому что есть люди есть очень много людей которые жалуются на свою жизнь но когда у меня не было денег я всегда говорил о том что типа чтобы что вот у меня есть работа допустим этом листовки даже когда раздал у меня есть работа а это счастье для каждого безработного у меня есть дома это счастье для каждого бездомного, понимаешь? Как бы во всем можно найти свою ценность. И нужно ценить то, что ты имеешь. Потому что жизненные приоритетные ценности, они не будут изменяться. Это правило. Правило, которое просто по-настоящему явно пропорционально жизни. Вот и все. Спасибо тебе за этот разговор. Было круто. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok